Подобных сбудования у всего четыре Украины. Их створили еще в Советском Союзе. Конструкции практически полностью сроблены с бетону. Зараз при будовнистве выкористовывается переважный металл. Материал больше эффективный и надейный. И тем не менее, этот мост прослужил больше за 30 годов. Дефекты были выявлены вчера. На место сразу выехала областная комиссия по надзвичайных ситуациях. 7 декабря спасатели жидковического районного подразделения МЧС выехали по сообщению о появлении трещины в конструкции моста через реку Припять. Сотрудниками госавтоинспекции движение через мост было перекрыто. О чем МЧС совместно с операторами связи оповестило жителей ближайших районов посредством СМС-оповещения. На житие забеспечения насельства с другого берега аварийная ситуация не поуплывала. Жидковицкий райспожил Союз забеспечил бесперебойную подашу продуктов у Туровский филиал. У свою чергу, Жидковицкая центральная районная больница узгоднила с лельщицкими коллегами доставку тяжкохворых с Турова. На подъездах до моста забеспечено дежурство супрацовников МНС и ДАИ. Областная комиссия по надзвучайных ситуациях, в состав которой уошли представники самых разных служб, працуя практически беспропинно. Новая информация заявляет сама каждую годину. Если раньше был заборонен рух транспорта, то сейчас поступило распоряжение не допускать на мост и пешеходов. Сегодня организована перевозка людей с одного берега на другие на моторных лодках. Проезд великогрузов будет житявляться по республиканских дорогах. Для легковых автомобилей в круглосуточном режиме почала працевать паромная переправа Калявевский-Снядзин Петриковского района. Ту дорогу уже вчерашнего дня работает. Там техника, грейдер, ее подсыпаются, выполняются эти работы. Там есть небольшой участок именно гравийный, который сегодня делают. Уже вчера была организована круглосуточная работа этой паромной переправы на Снядзин. Так само сегодня распоряжалась подрыхтовка пляцовки для створения понтонной переправы, иншими словами, часовой дороги Калявевский-Борки. Понтонная переправа запланирована завтра. Сегодня-завтра мы готовим подъезды для военной техники. И завтра, наверное, к вечеру уже будут производиться работы по наведению понтонного моста. Решины возникнения дефекта у конструкции моста зараз высветляются специалистами. Полный расклад будет вядом и праздникальки дён. Будет житовляться ремонт моста альбом удавниства нового, по куль сказать, складана. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, отель радиокомпания «Гомель», Житковицкий район.